МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятый маршрут с понедельника станет короче. Нововведение касается только двух утренних рейсов. Таким образом решили проблему работников Севмаша, которым приходилось по полчаса на морозе ждать автобуса. Подробности у Валентины Приходько. Рабочий день на Севмаше начинается в 8.15. Автобусы по морскому сторону Сити выезжают в 7.36. В 7.40 здесь закрывается железнодорожный переезд на 10 минут. Проскочить через него успевают несколько автобусов, которые за это время забиваются битком. Остальные стоят в пробке. Перед закрытием железнодорожного переезда люди, которые садятся за Сити, они стремятся до этого успеть вовремя на автобус. А те, которые садятся у маяка, у дельфина, например, им места не достается. Им приходится ждать по 30-40 минут. Работники Севмаша обратились в администрацию города к перевозчику пятого маршрута с просьбой решить эту проблему. Теперь те автобусы, которые попадали в пробку, ждать 10 минут на переезде не станут. Они будут разворачиваться на советских космонавтов и дальше двигаться в обратную сторону к заводу. Таким образом, это уменьшит и время ожидания пятерки и увеличит пропускную способность автобусов. После открытия переезда в 7.50 автобусы пятого маршрута будут идти до Сити, как обычно. Все согласовано. С 20 февраля график движения будет изменен. За переезд автобус не пойдет. И второй момент. Были обращения тоже с Севмаша по поводу, по понедельникам увеличить пропускную способность автобусов. По понедельникам на Севмаше мужчины и женщины заканчивают работать в одно время – в 7.15. В остальные дни дамы выходят на час раньше. Поэтому столпотворений не возникает. Проблему понедельников решат заменой автобусов малогабаритных на транспорт большей вместимости. Валентина Приходько, Алена Губаева, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. Рублем накажет подрядчика, который плохо справляется с уборкой городских дорог. Оценку неудовлетворительной РСОД сегодня поставил глава Северодвинска. Рабочий день Михаил Гмыри начал с объезда города. Во время рейда Михаил Гмырина, исполняющий обязанности председателя комитета ЖКХ Валерий Бадогин, рассмотрели ряд улиц. Замечаний множество. В частности, проверяющие нигде не увидели пескосоляной смеси, а посыпка дорог реагентом – условия муниципального контракта. Реально, вот сколько мы с вами проехали, я реально не видел нигде техники. Вот сейчас времени около 10, порядка 10% дорог только на сегодняшний день посыпают. Мы же с вами на севере живем, поэтому подрядчику выставляйте претензии, оплату не производить, приглашайте к себе, разбирайтесь. Валерию Бадогину мэр поручил лично проехаться с подрядчиком по городу и указать на все недостатки дорог. Руководителям управляющих компаний Михаил Гмырин дал задание проверить уборку на подведомственных им территориях. Квитанции за отопление до сих пор не получила большая часть населения Северодвинска. Оплатить их обычно необходимо было до 10 числа. Не придется ли платить пении и в чем причина задержки, выясняла Евгения Карелина. В ТГК-2 пояснили, январские квитанции приходят с опозданием в связи с тем, что сместились сроки доставки. Напомним, с начала года изменились правила предоставления коммунальных услуг и для того, чтобы исключить неточности при формировании квитанции, потребовалась дополнительная проверка начислений. Напомним, что с 5 по 9 января также будет произведен перерасчет из-за снижения качества услуги по отоплению. Порядок выдачи путевок в детские лагеря изменился в Северодвинске. Теперь оздоровлением ребят занимается отделение социальной защиты населения. Как отправить ребенка в санаторий или пришкольный лагерь, расскажет Алена Губаева. Какой год подряд уже получается ездить? Третий. Третий? Нравится? Да. А что больше всего нравится? На море, на дискотеке. Кирилл Евтюков – мальчик самостоятельный. Отдыхать на море без родителей ездит с 6 лет. По словам мамы Кристины, потратить 50 тысяч за смену на юге не жалко, хотя софинансирование от области не помешало бы. Ну, потому что здесь холодно, климат у нас не очень хороший, деревни нету с бабушками-едушками, соответственно, ребенку надо море. Море, тепло, отдых от школы. Евтюкову вовремя подали документы на эти каникулы. Заявочная кампания на 2017-й подошла к концу. На следующий сезон правила изменились. Путевки в санаторий выдает не Центр Солнышка, а отдел соцзащиты по адресу Байчука, 3, кабинет 109. Там же в апреле выдадут путевки тем, кто отдыхать едет этим летом. Поправлять здоровье в этом году отправится больше тысячи юных северодвинцев. Весной в соцзащите начнут принимать заявки на 2018-й год. Путевки предоставляются детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию с хроническими заболеваниями. Областной бюджет оплачивает часть поездки, правда объемы помощи пока неизвестны. Его сертификатами предоставят в отделениях соцзащиты. Сумма будет зависеть от категории данного ребенка. И с этими сертификатами уже законные представители и родители пойдут на приобретение путевок за частичную стоимость. А вот пришкольные лагеря новшества обошли стороной. Эти путевки остались в ведомстве управления образования Северодвинска. Профильность площадок прижилась и менять ее не будут. Первая школа ждет часто болеющих. 19-я и 25-я школы принимают ребят с проблемами зрения, 6-я с проблемами опорно-двигательного аппарата. 5-я и 13-я остались спортивно-оздоровительными, 16-я трудовой. Город выделил 6 миллионов 300 тысяч рублей. Сейчас ждут субсидии от области. От этого зависит сумма компенсации путевок родителям. Напомню, в прошлом году смена в пришкольном лагере стоила почти 5 тысяч рублей. Будет не выше, поскольку изменилась сменность. Если в прошлом году полностью был 21 день, то в этом году будет смена 18 дней. Она будет с 1 по 27 июня. Летом школы города примут 995 желающих. Дополнительную смену открывать не планируют. Алена Губаева, Владимир Богомолов, Станислав Крылов, Вестник Северодвинска. В Северодвинске составили рейтинг детских садов. Отмечали все от доброжелательности педагогов до обеспеченности учреждения. Кто оказался в лидерах, расскажем далее. Рейтингом лучших занимается областной центр оценки качества образования. В прошлом году оценивали школы, в этот раз добрались до всех детсадов, кроме пришкольных и учреждений дополнительного образования. 160 баллов максимум. Четыре группы критериев. Первая – доступность сведений. Оценивали через сайты. В этой категории показатели у Северодвинска средние. Вторая – комфортность условий, техническое обеспечение, охрана и укрепление здоровья и питания, индивидуальная работа, психологическая помощь и многое другое. Две оставшиеся группы – доброжелательность и компетентность воспитателей, а также удовлетворенность образовательной деятельностью оценивали родители. Анкетирование показало, воспитателями довольны почти на 100%. Пальму первенства присудили детскому саду номер 18 «Лесная сказка» – 142 балла. Второе место у Умки, третье заняла Зоренька. Если у Умки 138, то у Зореньки, например, 137,78. То есть, сами понимаете, в отрывы тут это самое. Чуть хуже результаты у садов компенсационного типа – «Радуга», «Хрусталик» и «Зеленый огонек». Они расположились во второй десятке рейтинга. По тем же критериям оценивали дополнительное образование. Средний показатель по городу составил 113 баллов. Старания преподавателей оценили под 100 баллов, подвело отсутствие дополнительных программ и психологов. Мы привыкли, что все-таки у нас ДЮЦ, да, вот лидер, а все-таки детский центр культуры оказался в рейтинге первым. Именно потому, что у них 125,18, именно потому, что они обошли ДЮЦ именно по первому критерию. За ДЮЦом со 125 баллами идет ЦНТТ – 121 балл. Затем Североморец – Центр психологической и педагогической помощи и замыкает рейтинг первая и вторая ДЮЦ США. Со списком можно будет ознакомиться на сайте управления образования. Результаты, к слову, должны отобразить и учреждения на своих порталах. В Северодинск прибыла делегация ВМС Индии. Ее возглавляет вице-адмирал Пабби Гуртедж Синг. Высокопоставленные гости сегодня встретились с главой города. Говорили об обустройстве быта индийских семей. Напомню, сейчас на «Звездочке» второй ремонт проходит подлодка «Синдукесари». Отношениям с Северодвинской и ВМС Индии 20 лет. В 1997 году на «Звездочку» пришла первая подлодка «Синдувир». Модернизация крейсера Викромадитя на Севмаши увековечена на стелле «Аллеи памяти». За это время северодвинцев связали не только дипломатические отношения. Я очень рад, что они активно общаются с местным населением. Помимо рабочей обстановки, в которой они проводят большинство времени, социальная их жизнь здесь тоже насыщена. Спасибо вам за то, что лично проявляете интерес, лично заботитесь о них. Я благодарен, что наши индийские друзья участвуют действительно во многих мероприятиях культурной жизни и спортивной. Последнее участие у нас проходит соревнование, называется «Лыжня России». Я знаю, что они тоже принимали участие. Глава города рассказал вице-адмиралу о традиции возлагать цветы к вечному огню. Индийская делегация с радостью ее поддержала. Иногда работа становится помехой семейным отношениям. Но только не для этих супружеских пар. Сегодня поздравления с Днем Влюбленных от профсоюзного комитета «Звездочки» принимали семьи работников предприятия, которые в этом году отмечают юбилей совместной жизни от 25 лет и выше. Есть среди семейных пар «Звездочки» и почетные юбиляры, такие как семья Поповых. Зоя и Юрий вместе уже 55 лет, но и сегодня они смотрят друг на друга так же, как и в первый день знакомства. Встретились на третьем лесозаводе «Архангельска» через некоторое время перешли работать на «Звездочку». Девичью фамилию невесте менять не пришлось. Она совпала с фамилией жениха. А Наталья и Олег Харитоновы в 2017 году отмечают серебряную свадьбу. Супруги познакомились в Шенкурском районе. У меня муж пришел с армии, мы увидели друг друга, потом встречались, потом переписывались. Он меня позвал замуж, я сюда приехала, и мы расписались. Это было 21 марта 92-го года. Как удалось на протяжении стольких лет сохранить такие теплые отношения? Да, девушке, спасибо. То есть это благодаря моему терпению и моей любви к мужу. В этом году юбилей семейной жизни отмечают 30 пар работников Центра судоремонта. Поздравили почетных юбиляров и работники ЗАГСа. Памятные адреса и подарки получили те, кто в 2017 году отмечает 50, 55 и 60 лет совместной жизни. Работников госорганов, госпредприятий и частных организаций, которые сообщили о факте коррупции в своем коллективе, могут взять под защиту государство. Минтруд подготовил проект нового федерального закона. Самый распространенный вариант преследования, когда на человека навешивается клеймо «стукач» и его морально начинают выдавливать из коллектива. Если работник отказывается увольняться, ему урезают зарплату, придираются по любому поводу. Если человеку после того, как он вывел на чистую воду взяточников, потребуется юридическая помощь, государство будет обязано предоставить ее бесплатно. Работодатель также будет нести персональную ответственность за карьеру сознательного подчиненного. Его нельзя будет просто так наказать, лишить премии, понизить в должности, а тем более уволить. А наша небесная канцелярия абсолютно неподкупна. Поэтому прямо сейчас прогноз погоды на среду. Половина февраля позади, на Руси в этот день говорили, что весна пришла. Здравствуйте. О погоде в среду после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Под колеса автомобилей бросаются дети и взрослые. Обзор происшествий в регионе в рубрике «Протокол». Только бокс и ничего кроме. В Северодвинске состоялся вечер памяти тренера Петра Березовского. Вас приветствует небесная канцелярия и наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Шесть лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований. Лазерное лечение заболеваний лор-органов, герудотерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная, 34. В среду, 15 февраля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается ночью минус 5, днем 3 градуса ниже нуля. Ветер западный, слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и составит 771 миллиметр ртутного столба. Переменная облачность без осадков. В народном календаре 15 февраля – Сретенье. Этот день был одним из самых больших праздников весны. О погоде примечали. Облачное, жди похолодание. Солнце выглянуло из-за туч. Жди оттепели. И, конечно, не забудьте заглянуть в медицинский центр «Семейный доктор». Высококвалифицированные специалисты ждут вас на железнодорожной 34. У меня все прямо сейчас. Продолжение «Вестника Северодвинска». Хотите работать на телевидении? Ничего невозможного нет. Открыт набор ведущих на телеканал «Свой регион». Приветствуется творческий подход в работе, коммуникабельность, энергичность, грамотная речь и развитая дикция. Звоните по телефону 500-98-900. Стань лицом своего региона. 33-летняя Архангела Городка предстанет перед судом за оскорбление и избиение своей дочери. Женщина пояснила, что истязала 10-летнюю девочку за непослушание. Ребенок сейчас проживает в семье родственников. Горе матери грозит до 7 лет лишения от свободы о других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Вы долго к этому шли, преодолевая все преграды на своем пути. Перемены в жизни – есть следствие нашего выбора и наших решений. Сделайте правильный выбор для себя и своей семьи. Купите квартиру от надежного застройщика. Квартира от 1 миллиона 990 тысяч рублей, а также детские и спортивные площадки. Зеленый сквер во дворе, белая и чистовая отделка «Аквилон Инвест». Меняйте жизнь к лучшему. 465052. Код города 8182. Мы работаем без выходных. Несколько нарушений на дорогах выложили в интернет владельцы видеорегистраторов. На этих кадрах мужчина идет на красный сигнал светофора, как на разрешающий. Неприятная ситуация произошла на перекрестке улиц Карла Маркса-Воронина в Северодвинске. А это Котлас. Ребенок выбежал на проезжую часть прямо перед автомобилем. Нива-Шевроле выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности своего маневра. 55-летний житель Няндамы едва не спалил четырехэтажный дом трижды. Накануне он по неосторожности выронил зажженную сигарету на кресло. Огнеборцы с возгоранием справились за пару минут и попытались вынести испорченное кресло на улицу. Хозяин буквально встал грудью за любимую мебель. Предупреждение пожарных о том, что мебель с термическими повреждениями загорится снова, проигнорировал. Через некоторое время пожарные вернулись на адрес. Запах гари в этой же квартире почувствовал сосед, который пришел на обед. Хозяин ушел по делам. Кресло загорелось снова и выгорело полностью, прогорел и пол. Пару дней назад этот же мужчина снова уснул с сигаретой. В итоге был вынужден выбросить прогоревшее постельное белье в окно. 37-летнему архангела Городцу увеличили срок заключения. В декабре прошлого года его осудили за совершение трех преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчина продавал запрещенные вещества в крупном размере через интернет по предварительному сговору с группой лиц. Также мужчина незаконно приобретал и хранил наркотики. Ему назначили наказание в виде шести лет двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд посчитал имеющиеся под делу смягчающие обстоятельства исключительными и позволяющими применить назначение наказания ниже низшего предела санкции в статье. Государственный обвинитель оспорил это судебное решение в связи с мягкостью наказания, поскольку при определении его срока суд должным образом не учел наличие в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, призванного отягчающим обстоятельством, и применил статью 64 Уголовного кодекса Российской Федерации без достаточных оснований. Теперь обвиняемый лишится свободы сроком на 11,5 лет, отбывать наказание предстоит в исправительной колонии строгого режима. Эфир продолжит рубрика «Культурный город». Спонсор рубрики «Культурный город» – Северодвинсмолоко. Делюсь своим секретом. Когда готовим блины, хотите на молоке, хотите на кефире, главное! Использовать продукцию ООО «Северодвинскмолоко». Готовлю сам, советую вам! ООО «Северодвинскмолоко». Всегда вкусно, всегда полезно! Здравствуйте! Сколько сложных и интересных поделок можно смастерить из конструктора Лего? Ответ на этот вопрос рассказали на выставке «Лего-зима». Она открылась во втором корпусе детско-юношеского центра и объединила около сотни уникальных работ. Их авторы – малыши от 4 до 7 лет. На выставке есть Дед Мороз и снеговик, елка и разнообразные животные и птицы. Много технически сложных и инженерных проектов получилось у детей. Снегоходы и снегоуборочные машины, чудо-сани, снежный дом, резиденции Деда Мороза, зимняя база отдыха «Медвежкино» и даже панорама путешествия на Северный полюс. Все это дело – рук ребят из детских садов и учреждений дополнительного образования. Есть индивидуальные и коллективные работы. Такая выставка в ДЮЦе проводится впервые. Лего-конструирование развивается сейчас очень стремительно, оно очень интересно и увлекательно, и очень познавательно для детей. Развивает творческое мышление, познавательные навыки, навыки конструирования, ну и вообще формирует будущих техников в дальнейшем, что очень актуально в нашем изменяющемся мире. Курсы по лего-конструированию для дошколят ведется открытой впервые в этом году. Там занимаются 50 ребят. Подать заявку на следующий учебный год можно с апреля. «Русского севера храмы. Верхнее подвинье». Книгу с таким названием презентовала в библиотеке имени Гоголя Архангелогородка Любовь Шаповалова. Это ее шестая книга о культурном наследии Двинской земли. В этой особое внимание уделено памятникам храмового зодчества Красноборья. Материал Любовь Геннадьевна собирала 12 лет. Автор – Любовь Шаповалова по образованию инженер-строитель, кандидат технических наук, а по призванию – исследователь и пропагандист северного зодчества. На основе экспедиций и архивных изысканий автору удалось сделать научное открытие. Под одной обложкой собраны 12 очерков о храмах Красноборья и два о Котловских. Книга иллюстрирована живописными полотнами русских художников, современными фотографиями, а также множеством снимков и чертежей начала 20 века. Остались чертежи. Храм утрачен чаще всего в 30-е годы, но остались чертежи, сделанные еще в 19 веке. И чертежи сделаны выпускниками Академии художеств. Вот храма уже давно-давно-давно, сто лет не существует, уже и многие местные жители не знают, что у них был какой-то великолепный храм, ну просто великолепное строение, а чертежи остались. Цель книги – не только рассказать о старинных храмах Двинской земли, а выявить, какое место они занимают в северной российской истории. Тираж книги – 500 экземпляров. Приобрести ее можно было на встрече с писателем. Будет книга продаваться чуть позже и в Архангельске. В гости к скрипке пригласили слушателей в третьей детской музыкальной школе. Там прошел первый сольный концерт одной из учениц – Варвары Кармановской. На скрипке она играет два года. Почти час в живой классической музыке. Варвара исполнила произведения знаменитых композиторов – Баха, Паганини, Пьецола и Чайковского. Я сегодня играла в очень много разных стилях. То есть там романтизм, барокко и вот много этого разного. Но мне больше всего нравится сейчас все-таки играть. Он более свободный. И, как говорят, чем дольше учишься, чем хуже он получается. То есть тут надо как бы найти такое очень разное, поэтому это очень трудно, но мне очень нравится. В следующий раз насладиться голосами скрипок северяне смогут 17 февраля. В 19 часов в ЦК ИОМ начнется концерт классической музыки «Любовь и верность музыке без слов» с участием коллективов Детской школы искусств номер 34. Вход бесплатный. На сегодня это все культурные события города. Увидимся завтра. Самые умные школьники страны учатся в Северодвинске. Команда 13-й школы вернулась с победой с Всероссийского образовательного форума «Молодые интеллектуалы России-2017» в Санкт-Петербурге. Ребята обошли соперников из 13 регионов страны. Десятиклассница Софья Корунная специализируется на естественно-научной сфере. Ее работа об использовании и утилизации пластиковых бутылок. По окончании школы девушка планирует поступить в медицинский университет. Поэтому в научных конкурсах и олимпиадах старается участвовать как можно чаще. Очень понравилась эта работа, так как она довольно интересная и в некотором плане даже объемная. И тем более она поможет сделать наш мир чище. Жюри сказали, что работа даже неплохая и перспективная, и поэтому я продолжу на ней дальше работать. Со своей работой Софья заняла третье место в естественно-научной секции. Ни одна из 29 работ наших ребят не осталась без награды. Каждая была отмечена в особой номинации, а шесть проектов заняли призовые места. Но их защита была лишь частью большого форума. Все ребята писали олимпиады, две олимпиады всероссийские. И первая олимпиада землян наш общий дом олимпиады по географии. Потому что олимпиада проходила в университете гидрометеорологии. Вторая олимпиада по выбору им были предложены по различным общееобразовательным предметам. Кроме этого участников ждали соревнования по сборке кубика Рубика, викторины в музеях Петербурга, спортивные состязания и конкурс 3D-моделирования. Последний для Максима Еремеева и Максима Гальченко был в новинку. Но это не помешало им показать хороший результат. Мы приступили позже всех к работе и мы думали, что все уже, потому что там места объявили. Но так как у нас была некая фора и мы за вот эти 10 буквально минут мы обогнали и у нас стало третье место. Лучшей стала и визитка наших земляков. Ребята посвятили ее родному городу. По итогам форума наши школьники одержали уверенную победу. Второй стала команда из Сургута, бронза у Кировграда. Михаил Брюхов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Уважаемые горожане, приглашаем вас задать видео вопрос мэру Северодвинска Михаилу Гмырину. Открытая камера будет работать в четверг 16 февраля с 12 до 13 часов у универмага «Радуга». Ответы главы города прозвучат в программе «Это актуально». А сейчас о спорте. Родственники, друзья и ученики собрались на третий вечер бокса в памяти Петра Березовского. Актовый зал техникума судостроения и машиностроения был переполнен. Ценители бокса увидели 8 увлекательных поединков с участием бойцов как нового поколения, так и учеников безвременно почившего тренера. Тренер Петр Сергеевич Березовский ассоциируется не только с боксерским гонгом, но и со звонком на урок. Именно в бывшем ПУ номер один Петр Сергеевич проработал более 20 лет преподавателем и сочковать на физре у него не получалось. Тонкий психолог, он мог легко вовлечь в свою религию любого, но занятия боксом с внуком даже не обсуждались. Очень замечательно, что вот сегодня мы все здесь собрались. В первую очередь, встреча старых друзей, вечер памяти. Ну и бокс, конечно же, куда без него. Действительно без него никуда, тем более, когда твой дед написал моральный кодекс боксера, которому следует один из учеников Петра Березовского Руслан Тренин. Возрастной спортсмен уже в четвертый раз встретился на ринге со своим давним соперником из Мирного Сергеем Черемисиным. В равном поединке Руслан вновь уступил, и счет личных встреч стал 1-3. Поединок между 23-летним мастером спорта из Сыктывкара Алексеем Бадаевым и 32-летним северодвинцем Дмитрием Костючком прошел под аплодисменты ценителей бокса. Соперники показали очень техничный и зрелищный поединок. По разногласию судей победу завоевал Дмитрий Костючок, а с ней и отдельный приз памяти известного боксера и рефере Вадима Солодова. Леша, было очень больно. Спасибо. Спорт это все. Как у меня девиз. Живи трезво и улыбайся. Есть к чему стремиться все равно. 23 года человеку хорошо побил. Я думаю, еще перчатки рано весить. Я думаю, еще можно поработать. Кровавую бойню устроили два Максима в весовой категории до 80 килограммов, вежлицев и дьячков, победителем из которой вышел последний. Самые тяжелые ребята Иван Якимов и Андрей Житухин показали умный бокс, где пропущенный удар имеют очень большой вес. Точнее, в этой паре оказался Иван. Мы ведем сейчас переговоры, да, скорее всего, сделаем его, пишем календарный план и будем его делать как спортивный турнир. Из других поединков победителями вышли Александр Замахин, Михаил Полосков, Тимур Соколов и его тезка Лисицын. Очень здорово, Василий, что ты продолжаешь дело отца, чтобы он дальше работал, что ты в Аркангельске, ты с детьми. Один из пунктов морального кодекса боксера, написанного Петром Сергеевичем, гласит, если ты достиг предела, постарайся шагнуть еще дальше. А дальше нас ждут новые поединки и новая четвертая встреча старых друзей. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Тем временем продолжается чемпионат Федерации по мини-футболу. Накануне в спортзале «Строитель» команда МЧС принимала лидеров турнира футболистов «Океана». Поединок получился очень любопытным. В полярном положении встретились команды МЧС и «Океан». Моряки имели в активе 15 набранных очков и первое место в текущем чемпионате. МЧСовцы всего 4 и четвертое, последнее место в турнирной таблице. Из-за перебора желтых карточек матч пропускал один из лидеров «Океана» Максим Порошин. Но и без него гости первыми забили гол. Отличился Евгений Уткин. После пропущенного мяча у опытного Никиты Сушко сдали нервы и судья зажег перед ним красный свет. До перерыва болельщики больше не увидели результативных действий, а после него Андрей Фагелизонг упрочил преимущество моряков. Казалось, что МЧС движется к очередному поражению, но не тут-то было. Усилиями Алексея Кузнецова и Дмитрия Кокорина «Желто-синий» сравняли счет, а Алексей Алонцев отправил в ворота «Океана» победный гол и вернул свою команду в гонку за медали. После такого поражения футболисты «Океана» отказались от комментариев. В турнире осталось сыграть 10 матчей. Ближайший состоится 16 февраля в спортзале «Северфокс-Севмаш». Хозяева площадки примут команду МЧС. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Материалы выпуска вы можете посмотреть на сайте свой-регион.тв. До свидания. Только в «Натомаркете». Сковорода блинная – 145 рублей. Ювелирная сеть «Золотой». День влюбленных и любящих сердец в «Золотом». Подвески от 490 рублей. «Золотой» – радость, счастье, красота. Голосуй за хобби корабела в фотоконкурсе «Севмаш отдыхает». Более 70 конкурсных фотографий северодвинцев доступны для голосования на городском сайте go29.ru. go29.ru – сайт твоего города. Спонсор прогноза погоды – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». В дискаунтерах «Холодильник» старую бытовую технику меняют на скидку, а крупную вывезут абсолютно бесплатно. 6 по 19 февраля сдаем старую технику и получаем скидку до 15% при покупке новой. Наверное, в каждом доме есть старая ненужная бытовая техника. Меняйте ее на скидки в дискаунтерах «Холодильник». Дискаунтеры «Холодильник» – это большой выбор бытовой техники и товаров для дома. Вся техника абсолютно новая, с гарантией по очень приемлемым ценам и бесплатной доставкой в квартиру. Дискаунтер «Холодильник» в Северодвинске на «Морском 49А» ждет вас. Приходите в дискаунтеры «Холодильник». В среду 15 февраля по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается. Ветер западный, слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 771 мм ртутного столба. Переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью – минус 5, днем – 3 градуса со знаком «минус». Спонсор прогноза погоды – дискаунтер бытовой техники «Холодильник» приглашает вас за покупками. С 6 по 19 февраля обменяйте старую бытовую технику на скидку 15%. Дискаунтер «Холодильник» в Северодвинске на «Морском 49А». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова